Семья Действительно, апостол Павел же очень хорошо пишет. Если кто не заботится о своих, особенно о домашних, то он отрёкся от веры, и хуже неверного. Странное дело. Мы же с вами уже говорили только что перед этим, что что такое семья? Это единая плоть. Как единое тело. И как это можно, чтобы... Апостол Павел в другом месте где-то пишет. Не можешь рука сказать глазу, ты мне не нужна? Или глаз руке, ноге сказать, вы мне не нужны? Это же бессмысленно. Так и здесь то же самое. Что это значит? Значит, духовным я развитием занимаюсь и сижу так. Так, а семья пусть меня кормит и поет. Это же какая-то ненормальность, какое-то уродство. Должно быть единство. Вопрос в другом, конечно, что в каждой семье всегда должно быть какое-то определённое направление жизни. И кто-то должен давать это направление жизни. И обычно ответственность за это направление жизни несёт глава семьи. То есть, главным образом, это отец, как правило. Как правило. Не всегда, но как правило. Если семья христианская, то именно так. Он несёт ответственность. И наблюдать за духовным развитием нужно не только себя, но и всех членов семьи. И создавать оптимальные условия для этого развития. Но никакой не может быть изоляции. Она просто... Эта изоляция невозможна. И даже если только в том случае, когда семья разделена по, так сказать, убеждениям. Такие вещи бывают. Такие вещи, когда, допустим, кто-то является верующим христианином, а кто-то напротив, может быть, неверующий или безразличный. Тогда возникают, конечно, вот такого вопроса, сложные вопросы. Как быть? Вот здесь. Это действительно. Вот здесь уже тогда требуется то, о чём пишет, в частности, апостол Павел в отношении, если вот жена верующая, муж неверующий, он очень хорошо пишет об этом. И он говорит, что тогда требуется самим образом своей жизни, то есть примером своей жизни, свидетельствовать о том, что такое христианство. Оказывается, оно снимает, ну, максимально, насколько это возможно, снимает те психологические барьеры или столкновения, те неприятности, которые часто, возникают часто в силу, ну, страстности нашей души. Жена здесь может показать вот тот пример, о котором мы уже говорили с вами, показать пример, благодаря которому там муж может увидеть, да, да, христианство – это совсем другое. Уже жена была к Сантипой, осталось, смотрите, какое, оказывается, как изменило христианство и её поведение. Да, оказывается, что такое христианство? Действительно великое благо, какое великодушие, именно великодушие какое, даже к моим недостаткам, когда я вижу, я действительно уже совершенно иными глазами посмотрю на христианство и, наверное, заинтересуюсь им, что же это такое за вера, за религия. Но это уже вопрос, когда семья неоднородная в плане убеждений. Продолжение следует...